Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители шахмат. Сегодня мы посмотрим партию между Хикар Накамурой и Яном Кшиштофом Дудой. Ну, Накамура провел неплохой турнир. Конечно, проиграл Магнусу, но в целом очень неплохо смотрелся. Где-то в районе третьего-четвертого места он закончит. И он играет белыми е4, е6 и ферзь h5. Ну, такой, конечно, сюрприз для довольно серьезного контроля. Выходит ферзь, никогда такой ход не видел. Конечно, создать угрозы тут не получается, но смысл какую-то провокацию устроить. Д5. Пока не отвечает конь f6, самый напрашивающийся ход. Он просто развивает фигуры. Д3, c5 и g3. Ну, план поставить слона на g2, вывести коня на d2, на f3. И играть вот такое астроиндийское начало с лишним темпом. Конь f6, ферзь e2. Это ход такой стандартный. Ну, подарили темп, скажем, белые. Но игра может быть такая более, получается, так сказать, самостоятельная. Конь c6, e5. Приходится отходить с ферзем. Конь d7. Атакована пешка e4. И f4. Ну, перевес, конечно, здесь у черных. Без сомнения. Два коня выведено. Очень удачно. Слон готов выйти. Черные сделают рокировку. Ну, построение белых, конечно, сомнительное. Но это, опять же, такое настроение. Именно просто немножко усталость от шахмата в целом. И желание что-то сотворить за шахматной доской. g5. Ну, ход мне, честно говоря, не нравится. Такой ход в стиле топалова. Вроде как бы какая-то логика просматривается. То есть, черные охотятся за пешкой e5. Но в целом ослабляют сильно королевский фланг. И фигуры не развиваются. То есть, ну... Скажем, компьютер тоже не совсем одобряет. Но ход такой может иметь место. Конь f3. И g4. То есть, уже под ударом пешка. То есть, можно было, наверное, сыграть h6. Нет, ну, h6 тут отдает пешку. Поэтому g4, ну, более логичный ход. Конь h4 и h5. То есть, ну, вот зафиксировали эту пешку на g4. Подкрепили своей пешкой на h5. Но реально, мне кажется, это в пользу белых. Поскольку, все-таки, вот эта конфигурация с пешкой на f4, она довольно ненадежная. Но когда эта пешка проскочила, встала на g4, то у белых все-таки все защищено. Фигуру они как-никак вывели. Где-то f5 может быть ход. То есть, ну, Дуда здесь немножко, скажем, вернул такой долг артистический на камуре. h3. Ну, сразу пытается подорвать здесь эту пешечную цепь, хикару. Ладья g8 брать неразумно. Просто развиваем фигуру белым. Ладья g8 взяли-взяли. И слон е2. Ну, вот любят на камура цепляться к пешкам. Или там защищать какую-то лишнюю. Вот играет он разные варианты с... Вариантах там d5. Забирает на c4. Пытается эту пешку сохранить. То есть, получается такая очень сложная, запутанная игра. И здесь он пытается эту пешку отожрать. f5. Ну, лучший ход, по мнению компьютера, довольно странный. Но... Что делать? Приходится так играть. Пешка на g4 висит. По-другому ее никак не защитить. Если взять, то последует конь f6. То есть, что мы видим? У черных, в принципе, перевес в центре. Пешка g4 тут пока защищена. То есть, ну, вот эти французские позиции, ну, скажем, с перевесом черных. Хотя, конечно, партия еще не завершилась. У белых, может быть, свои какие-то идеи. Есть f5, все-таки тут довольно долго короля из центра эвакуировать. Но, в целом, тут перевес просматривается. f5, конь a3, a6 и d4. Ну, в принципе, ход a6 нормальный. Где-то хочется пойти b5. Это все так выглядит для черных довольно планово. А d4, ну, нужно как-то развиваться. Потому что могут черные сами сыграть в какой-то момент d4. И захватить еще больше пространства. То есть, этот слон, допустим, ну, вообще не будет иметь никаких перспектив. Взяли-взяли. Слон b4, шах. Король f1. И забирает дуда коня. Ну, я, в принципе, ну, ход может иметь место, да. То есть, важно, что сдваиваются вот эти пешки по линии а. А, ну, кони всегда как-то бы находят себе работу в таких позициях. Она закрытая, много опорных пунктов. То есть, в общем-то, все логично. Хотя, конечно, два слона здесь у белых. Ферзь b6. И этот ход компьютеру категорически не нравится. То есть, ну, трудно представить более логичный ход. Развили фигуру, напали на пешку. Допустим, слон e3. Ну, опять же, слон здесь не выглядит сильной фигурой. Тем не менее, компьютер очень, как бы, здесь нравится позиция белых в данном случае. То есть, он видит два слона. Скажем, пока все защищено. И линия b начинает играть за белых. То есть, иногда шахматы довольно трудно понять. Ферзь a5 уходит здесь из-под удара по линии b. Ферзь b3 пока защитили пешку. И конь b6. Ну, в принципе, такая довольно стандартная проблема для черных. То есть, не хватает места. То есть, конь стоит на d7 неплохо. Но что делать со слоном? Да, то есть, приходится выводить фигуру, которая будет затем попадать под различные удары. Король f2. Конь c4. Жертвует пешку здесь дуда. То есть, он понимает, что, как бы, отдав пешку, он разменяет вот этого сильного слона. А чернопольного еще придется белым вводить в игру. Последовал размен. И ферзь a3. Ну, этот ход довольно быстро был сделан. То есть, у дуды здесь было много времени. Мог он тут подумать подольше. Но, в целом, пока я смотрел на эту позицию, я не смог защититься вот от угрозы конь f5. Такой ход не сразу приходит в голову. То есть, пешка на e6 связана. И грозит, если взять, то будет висеть ладья на g8. Может быть... Ну, b5 здесь невозможно. Из-за того, что конь висит. Ну, вот ферзь b5, допустим, ход такой надежный. Да, то есть, выпихиваем ферзя с c4. И, допустим, если взяли-взяли, то здесь, наверное, у черных может быть получше. Ну, вот конь f5 компьютер показывает. Ну, ход вообще не приходит в голову. Поскольку, ну, просто отдаем фигуру. Ну, так у черных ладья играя, должно быть все хорошо. Ну, не нашел этот ход. Ну, забрал пешку. Но нельзя такой ход одобрить, поскольку... Поскольку, ну, позиция черных не развита. Тогда нужно искать возможность именно вывести фигуры, а не заниматься пешкоедством. Тем более, такую ненужную пешку брать на a3. Слон c1. Ну, вот то, о чем я говорил. Слон выходит... Здесь он стоял неудачно. Где-то, может быть, d5 сразу сыграть нельзя было. Просто грозил шах на b2. Поэтому с темпом переводит слона на c1. И играет ладья b1. То есть, приходится уходить в ферзь f8. Опять же, из-за той же угрозы конь бьет f5. И затем, ну, это уже смертельно был бы такой шах на d6. С конем на d6, конечно, черные проигрывают в несколько ходов. Ладья b1. Ладья g7. Ну, вообще не развязаться здесь черным. Там слон очень неудачно стоит. И еще и плюс мешает пешка. Если пешка уходит, то конь висит. То есть, приходится как-то крутиться. И ферзь c3. Ну, вот с идеей подключить слона на a3. Если, конечно, он сюда выйдет. Зайдет на d6. То, опять же, у белых позиция будет совершенно выиграна. Опять, чтобы как-то защититься с помощью конь b4. И ладья b6. То есть, грозит ладья c6 с выигрышем фигуры. Затем ладья на a8 повиснет. Конь b4. И слон a3. Но здесь уже позиция абсолютно выигранная у белых. То есть, полностью захватил инициативу Накамура. И черные вынуждены пассивно обороняться. В общем-то, все фигуры атакуют. Даже конь на h4. В общем-то, постоянно готов подключиться к атаке. Ферзь f7. И здесь ошибся Хикару. Сыграл ферзь a2. Защищая пешку, компьютер утверждает, что ферзь b4 выигрывала на шах. Как бы нужно отойти. Видеть ход король e3 неочевидный. Да, и здесь нет у черных ни одного шаха. Белый уже просто подводит фигуры. Ферзь b2. Ферзь c7. Забрал пешку. Ладья c1. И здесь зевнул дуда. Забрал на а2. Ему казалось, что он выигрывает пешку. Ходом ферзь c1 забирает. И как-то король выходит. Но выясняется, что после ферзь c1 грозит ладья c4. И через пару ходов черные получат мат. И они теряют фигуру. Ну вот такая не совсем однозначная партия. Здесь удалось на камуре, имея плохую позицию. Скажем, соперник делал логичные ходы. Но они оказались неточными. Забрал пешку. И затем попал под инициативу белых. Спасибо вам за внимание. И до новых встреч.